Последнее видео набрало неожиданно много. Я не мог себе представить, что видос по правилу столько наберёт. Вы даже не можете представить, в каком офиге я сидел. Тут за 2000 просмотров я набрал 20 новых подписчиков, что уже дофига. Плюс из-за большого количества многословных комментариев и кликов по нему, YouTube считал это видео качественным и продвигал её в рекомендации. И я неплохо так нафармил всего, от чего только можно. Всем привет, а я начну вещать. Во франшизе Angry Birds есть десятки, нет, сотни персонажей. Некоторые из них оригинальны, к примеру, Чак или Бомб. Часть из них является двойниками известных актёров или маскотов. Таких как Оби-Вана или Читеса. Но в классической компании существует только 9. И я их сегодня расставлю от худших к лучшим. Итак, Ред. Самая главная и вспыльчивая птица в стае. Птах, заботящийся о яйцах больше всего. И имеет самую большую значимость во всей франшизе. Птах, который посвятил свою жизнь в соседе потомств, которая в конце концов не вылупилась за 15 лет. И это просто птица без каких-либо способок. Считайте это как красный шарик, который с трудом может сломать деревянный блок. В остальных играх серии, как в Спейс или во второй части, ему добавили отталкивание. Правда, в первой попытке то ли разработчики не доработали, то ли я не понимаю, как правильно попадать в тайминги. Но всё равно он идёт в категорию фигня. Синяя троица. Самые молодые игривые члены стаи. Как два пальца об асфальт, ломая стекло. А комбо с Сайфсом по праву можно считать одним из лучших дуо в франшизе. Хотя это и есть их предназначение, но это всё же. Неплохая. Есть хоть какой-то потенциал, поэтому поставлю в такое. Так как если на уровне нет большого количества стекла, то эта птица бесполезна. Чак. Ускорение, позволяющее отлично пробивать дерево, может быть полезным не только в этом. Например, помочь достать свинью, которая затесалась где-то на другом краю уровня. Или же активировать какой-то механизм, который в два счёта может пройти за вас весь уровень. Пусть этот жёлтый член стаи идёт в средний отчёт. Я долго думал насчёт четвёртого места, и всё-таки я дам его самой забытой птице, Хэллу. Много лет тому назад сообщество игры споривало, как правильно его называть. Халл или Хэлл. Но все позже пришли к выводу, что правильно его называть Хэлл. Про него есть очень мало что рассказать, потому что он в играх появляется редко, а в мультсериалах появился только один раз. Я его поставлю в средний отчёк. Матильда. Самый спокойный член стаи, который вайфует от простого ухода за своим садом возле озерца. Способность очень хорошая, так как может снести сразу несколько зданий. Но она довольно-таки ситуативная, поэтому поставлю в среднее. Стелла. Одна из позднейших птиц, которая когда-либо появилась в игре. Очень хорошо себя проявляет на уровнях, где есть кучки с очень большим количеством маленьких объектов, которых она может затянуть и забросить их на более большие здания. Только нужно ещё учитывать, что она поднимает блоки ровно вверх, первая птица в моём телевизоре, которая идёт в топ. Бомб. Старенький дедушка, который имеет проблемы с лонатизмом, любит есть кукурузу и является кумиром для Джима, Джейя и Джейка. Старить ли мне вообще за 15, что это третья лучшая бесплатная птица во всей игре? Уступаю птицам таким как Терренс и Бабблз, о которых мы поговорим немножко попозже. И его взрыв может быть полезен не только, чтобы разрушить какой-то крепкий блок, но и осколки взрывной волны могут разрушить ещё больше зданий. Пусть идёт в топчик. Бабблз. Моя любимая птица. Его умения крайне полезны. Из-за его маленького размера его можно закинуть почти в любой узкий проём, а затем раскинуть кусочки бывшего дома во все углы уровня. И это всё в Каббинансе делает его второй лучшей бесплатной птицей в игре. Из-за всех ранее перечисленных способностей он идёт S-тир. И, наконец, последняя, самая лютейшая, свиновоносящая и лучшая бесплатная птица Терренс. Птица, которая много лет тому назад считался большим радом рада, как у них очень схожи внешность и звуки. Но, как было позже подтверждено, разработчиками это не так, а жаль. Также была теория, что он немой, потому что он вообще не говорит, только издаёт звуки. Но это ему не мешает быть просто долбанутым танком. При грамотном запуске можно разнести абсолютно весь уровень и даже целого босса. А если не весь, то хотя бы несколько построек. И из-за всех вышеперечисленных факторов он отправляется в S-тир. Ну, вот такой вот тир-лист у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Если вы хотите привести что-то своё, вы можете написать это в комментариях. Ну, на этом всё. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok